О событиях 72-х летней давности Резван Хасиевич вспоминает неохотно. Только после долгих уговоров мужчина начинает свой неспешный рассказ. Операция «Чечевица» по дебортации чечено-ингушского народа началась в 5 утра 1944 года 23 февраля. Выселяемых грузили в железнодорожные вагоны теплушки и вывозили в Казахстан и Республики Средней Азии. При этом переселенцев практически не обеспечивали ни нормальным питанием, ни топливом, ни медицинским обслуживанием. По дороге к новым местам жительства тысячи людей, особенно дети и старики, умирали от холода, голода и эпидемических заболеваний. Мне было лет 12, точно не помню. Жили мы тогда в Шаройском районе Чеченской СССР. Вдруг утром солдаты выломали дверь и вывели нас из дома. Зачем? Куда и за что? Нам никто не объяснял. Непокорных женщин избивали, а мужчин и вовсе расстреливали на месте. Как сейчас помню. Не жалели ни детей, ни стариков. А потом представьте товарный состав. Зима 44-го. Мы в дороге. Какие там были условия? Что мы ели? Как выжили? Страх жуткий. Эта дорога до сих пор напоминает пожилому чеченцу и еще десяткам депортированных семей, которым удалось выжить о том страшном времени. Чеченцев и ингушей в основном выслали в Среднюю Азию. По дороге люди умирали, их тела выбрасывали из вагонов, не придавая их земле. И вот в начале марта 44-го года операция под кодовым названием «Чечевица» завершена. Чеченцы и ингуши быстро доказали, что они могут хорошо трудиться и обустраивать свою жизнь не только на собственной земле, но и там, куда их забросила судьба. После переселения в Южный Казахстан Резван Хасиевич проработал до пенсии в шахте. По словам почетного старца, за эти годы он ни разу не почувствовал себя чужим ни в коллективе, ни в селе. Это подтверждают и соседи семьи Сраиловых. А что нам делить? Для нас чеченцы родные, мы никогда не обижали друг друга. Да что говорить, мы без наших соседей никуда. Свадьбы, дни рождения, тои, все вместе. Они ходят к нам в гости, а мы к ним. Чеченские старейшины для нас, как отцы наши. Оказавших в суровых условиях вдали от дома старшее поколение смогло сохранить свою веру, язык и культуру. Ежегодно, 23 февраля, старейшины приходят на погосты и вспоминают своих родных и близких. Мы навещаем могилы, мы не забываем мертвых. Даем савап, дуа, делаем, просим прощения их, грехов. Поэтому мы всегда часто навещаем могилы. Летом 1956 года статус спецпереселенцев наконец-то был снят с чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев. Однако возвращаться на историческую родину многие не захотели. На вопрос, почему, многие и сегодня отвечают просто. Нас здесь приютили. Наш дом теперь Казахстан. Мы такое пережили и нас тут так встретили. Никто этого не ожидал. Огромная благодарность всему казахстанскому народу. На фоне еще не изжитой народами Чечни и Ингушетии памяти о трагедии не прекращаются попытки периодических провокаций и зарабатывания политических очков на событиях тех трагических лет. К счастью, не у нас сегодня в мире и согласии в Южном Казахстане проживает порядка трех с половиной тысяч чеченцев и ингушей. Шудин Саидов, Эльдар Жунусханов, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Отрар». Субтитры создавал DimaTorzok